Главный залог успеха любого экономически сильного государства – уважение прав всех своих граждан. Именно такого подхода порой не хватает нашему обществу, убеждена контролер по равным правам Агнета Скарджевеня. Ежегодно в ее службу поступают сотни жалоб, начиная с притеснения людей с недугом и заканчивая условиями службы в армии. При этом, говорит контролер, учреждение держится на плечах всего лишь дюжины работников, а финансирования недостаточно, чтобы просвечать граждан об их неотъемлемых правах, таких как право на медицинскую помощь и свободу слова. Наша служба получает лишь столько финансирования, сколько хватает на выплату зарплаты персоналу. Однако это слишком малая цифра. В нашей службе сейчас работают 12 человек. Если мы ориентируемся на просветительскую деятельность, то денежные средства крайне важны. По мнению собеседницы, в нашем государстве не хватает систематического подхода к правам человека. Накануне контролер встретилась с комиссаром Совета Европы по правам человека. Нильсом Мужниксом, который дал понять, что нашему правительству следует серьезнее отнестись к этому вопросу. По утверждению Скарджевине, в правительственной программе кабинета Саулюса Сквернялиса можно на пальцах перечитать предложенные меры по защите прав граждан. Я задала риторический вопрос. На самом ли деле, лишь столько мер, сколько их указано в сфере прав человека, мы должны воплотить в нашем государстве? Их всего лишь четыре пункта. По моему мнению и глубокому убеждению, этого слишком мало. Многочисленные нарушения прав женщин и детей в нашей стране в последнее время все чаще оказываются в центре общественного внимания. В начале недели в парламентском комитете по правам человека признали, что каждая третья женщина становится жертвой домашнего насилия. Обеспокоенные общественники предлагают узаконить ордер, запрещающий агрессору контактировать с жертвой. Защитники прав детей, в свою очередь, призывают власти последовать примеру большинства других стран Европы и запретить все формы телесного наказания.